Здравствуйте, друзья! Мы сейчас попытаемся ответить на вопрос о том, какие есть возрастные, если есть ограничения, и образовательные ограничения для участия в лотерее Green Card DV 2019. И мы смотрим сейчас на инструкции не прошлогодние, не позапрошлогодние, а вот именно этого года, конкретно для DV 2019. Значит, с чего я хотел бы начать? Это FAQ, то есть часто задаваемые вопросы. Вот тут отдельно просто выносят то, что люди спрашивают, поэтому мы прямо сюда и смотрим. Они говорят, какие требования к образованию или опыту работы? Пишут так. Американское иммиграционное законодательство и правила всевозможные инструкции требуют, чтобы каждый человек, который принимает участие в лотерее DV, Green Card Lottery, должен иметь как минимум то, что называется High School. То есть по-русски мы бы сказали, что законченное среднее образование, полное среднее образование. Или эквивалент оного. Или, или. Допустим, у вас нет такого образования, но у вас есть за последние пять лет, за последние пять лет, у вас есть два года работы в одной из профессий. Есть список этих профессий, это отдельное есть место, где можно посмотреть. Значит, вы в этой профессии должны поработать. Эта профессия требующая не менее двух лет профессионального образования. Но мы сейчас смотрим на именно школьное. Значит, вот этот вот High School Education или его эквивалент, это успешное завершение 12-летнего курса в американском, так сказать, исчислении. Или его эквивалент, как это принято в других странах. Теперь тут очень, очень тонкий вопрос. Значит, только формальные курсы, только формальный курс обучения засчитывается, если это по переписке, там удаленно и так далее, это не в счет. Также есть, ну, в Соединенных Штатах есть такой, когда вы можете пойти и как бы такой, как бы экзамен такой получить, сдать, получить такой документ, который говорит, что у вас нет среднего образования, но есть эквивалент. Вот. Такого не принимается. И вот тоже очень-очень важно, что вы должны представить документальное подтверждение образования или опыта работы офицеру в консулате, то есть консулу, во время интервью для получения визы. Вы не должны иметь это образование, вы не должны иметь этот документ на момент, когда вы заполняете вашу форму для участия в лотерии Гринкард. То есть, очень часто спрашивают, а вот если я буду иметь, вот я к моменту этого интервью, я уже буду иметь, должен ли я написать, что я уже имею? Нет, не должен. Вы должны написать по состоянию на текущий момент, что, значит, вы там имеете начальное образование, но вы не говорите, что у вас есть среднее. Но вы должны это иметь вот на тот момент. Поэтому, если у вас еще нет образования, вы учитесь в 11 классе, но вы к моменту интервью уже будете иметь, вы можете совершенно спокойно участвовать, никаких проблем с этим нет. Теперь мы переходим чуть ниже на страничку. Ну-ка, давайте мы попробуем пойти на страничку ниже. Там есть вопрос номер 7. Вот это сейчас проходим мимо 6. Приходим к вопросу номер 7, который очень-очень часто задается и очень многих смущает. И тут всего ничего написано. Значит, вопрос звучит так. Существует ли минимальный возраст для того, чтобы участвовать в программе DV? Существует ли минимальный возраст? Люди спрашивают. Пишут, нету минимального возраста для того, чтобы участвовать. Но требование образования, high school, вот среднего, законченного среднего образования, или опыта работы для того, кто заполняет эту форму. То есть, скажем, если это мама, то от ребенка не требует, но от мамы требует. Значит, для основного заявителя. Так вот, они тут немножко не точно. Они говорят, at the time of application. Это не at the time of application. То есть, это не тот момент, когда вы подаете, а в тот момент, все-таки, когда вы к консулу пойдете на интервью. Так вот, они говорят так. Минимального требования к возрасту не предъявляется. Но поскольку предъявляется требование к образованию, то в практическом плане требование образования дисквалифицирует большинство людей, которые не достигли еще 18. То есть, если, скажем, 18 большинство имеет среднее образование или его эквивалент, то, скажем, 17, 16, 15 – это редкий случай, когда у кого-то есть. Причем, мы знаем людей, у которых есть. У нас на канале была Танечка из Донецка. Она в 16 лет приехала. Она приехала в 16. Она играла в 15. В 16 она выиграла, и у нее уже был аттестат на руках. И она приехала, и 17 лет мы встречались здесь уже в Америке. Я исполнилась на наших глазах. Так вот, нету минимального возраста для участия. Его, в принципе, нет. Не определено. Но при всем при этом есть требования к образованию. И вы, конечно, можете как-то попробовать ускоренно закончить школу. Я не знаю. Может быть, я не знаю, экстерном как-то сдать. Но, в общем и в целом, если вам нет 18, вы можете участвовать. Никто вам не говорит, не участвуй. Но, когда дойдет до интервью, на этом интервью вас просто отсеют. То есть, вам просто визы не дадут. Значит, таким образом, я считаю, что мы закрыли вопрос о возрасте и вопрос о требованиях к образованию. И если есть какие-то конкретные вопросы, то задавайте в комментариях к этому видео. Я думаю, мы там очень подробно все разберем. Счастливо и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok